Исторические баталии на географических полях продолжаются. Интервью с историком, член-корреспондентом Национальной Академии Наук Фаридой Мамедовой, начатое в предыдущих программах, вызвало большой интерес, много откликов, оживленную дискуссию на разных порталах интернета. И не только среди соотечественников, но и далеко за пределами страны. Нас благодарят за создание проекта. Вот фрагмент обстоятельной рецензии исследователя Ингвара Рюриксона. Эта рецензия произвела на нас огромное впечатление. Прекрасный фильм, создающий неповторимую атмосферу живого, трепетного соприкосновения с историей. Причем истории малоизвестны, и оттого чувствуешь себя первооткрывателем. Атмосфера жертвенности подталкивает зрителя к мысли, что ведь в самом деле, в свое время, албанская апостольскую церковь и саму албанскую государственность принести в жертву хищным амбициям и нечистоплотной политической конъюнктуре. И вот теперь, героическими усилиями ученых мусульманского Азербайджана, подвижниками, к которым относятся и авторы фильма, эта христианская страна воскресает из небытия, поднимается из пепла веков, подобно птице Феникс. А когда читали молитву на древнем албанском языке, я плакал, ибо чувствовал, что со мной разговаривает нетленность сквозь тысячелетия. Вообще-то, помимо естественных научных тайн, скрытых от нас временем, у этого древнего государства есть еще и искусственные, относящиеся к более современной эпохе. От широкой общественности руками армянских и прармянских фальсификаторов истории от нас пытались скрыть само существование такой страны, ну или на худой конец принизить ее значение. Бывают в истории моменты и люди, которые волей судьбы становятся маяками, реперами в развитии той или иной области знания. К таким относится скромная на вид женщина с тихим голосом Фарида Хануммамедова. Не повышая тона, как-то просто и обыденно эта исследовательница коварила вещи, которые взрывали лживые утверждения армянской и проармянской пропаганды о том, что Кавказская Албания была аморфным образованием без четких и устойчивых государственных границ, территория которого в незапамятные времена в значительной степени отвоевали армяне. История Фарида Хануммедова вынуждена была стать воительницей и задним числом защищать земли древних азербайджанцев от нападок современных армянских захватчиков. И Фариде Хануммедовой нужно было обладать большим мужеством, чтобы выступить против господствующей армянской точки зрения. Были и другие мнения. Серьезные, интересные, были и несогласные. Понятно, серьезный вопрос, серьезные дискуссии. Думаем, что продолжение интервью с историком Фаридой Хануммедовой, ее аргументы, ее открытия, признанные мировой исторической наукой, будут интересной аудиторией. Один из наших вопросов касался неприятия армянскими учеными концепции азербайджанских исследователей. У них другого выхода нет, им больше ничего не дано. Они создали ложную концепцию, они создали ложную историю, создали ее за счет истории Азербайджана, создали ее за счет Кавказской Албании. И когда вся правда уже выявлена, оповещена и когда европейская наука и наука вообще это приняла, им больше ничего другого не остается, как продолжать гиперкритику и продолжать опереживать так называемыми фактами, потому что фактов практически у них нет. Дело в том, что этот народ не имел конкретной своей территории, он блуждал, блуждал по Малой Азии в поисках государства. Потом он дошел до Кавказа, блуждая, он не имел постоянное место пребывания церкви. Это основа основ. Любой народ, если мусульманин, он имеет мечеть, если христианин, он имеет церковь, он имеет епископство. Вот последнее мое открытие, которое я огласила в Англии на конференции, которое наука приняла, это отсутствие у армян епископства епархии. Как же так? Вот где бы они ни жили, у них нет епископства, нет епархии. Дело в том, что здесь я могу возразить для них источником, для них очень важным источником, это свод армянских соборов, канона Гирк Айот, свод армянских соборов. Эта книга у меня есть, я очень довольна, что я в Ленинграде ее приобрела с большим трудом. И в этой книге дается реестр каждого армянского собора. Обычно в реестре присутствует, но и реестр сам свидетель того, что какие епископства страны, какие епископы страны. И там этого нет. Ни один армянский собор не имеет реестра. Я тогда была удивлена. И не буду вводить вас в курс того, как я дальше исследовала детали. Значит, у них исследование мое показало, что на Кавказе у них не было ни одного епископства. Оно означает, похожее что-то было на берегу реки Ефрата. Ефрат где? Кавказ где? Армения где? Армения где? Дело в том, что я была очень удивлена, когда на одной из конференций ездила, был такой источник Агафангел, армянский источник. И все источники перевели с армянского на другие языки. Этот источник не был переведен. И когда я ехала на конференцию, я стала его читать. И я тогда была как-то очень приятно удивлена, что армянская церковь и армяне были не на Кавказе, не на юге Персии. Это на северо-востоке, в северо-восточном берегу Ефрата. Ефрат где? Где Ефрат, где армяне? И они первые свою, не епископ, церковь. Они именно основали на берегу реки Ефрата. Но этот источник они, воборот, не пускали совершенно, потому что это давало совершенно новую картину их истории. И еще был момент, когда их цари умирали, значит, они же считают, что их резиденция, все это было Кавказ, близко к Еревану. А источники говорят, что когда цари умирали, обязательно останки должны были быть покоронены вот на берегу Ефрата. И вы представляете, какой крестный ход после того, как он умирает, будто бы территорией близко к Еревану Чмядину, чтобы эти останки были перевезены тысячи-тысячи километров на берегу Ефрата. Значит, никогда их здесь, на Кавказе, не было. Не имея, епископства не имеют, значит, у них нет постоянного места пребывания, постоянного жительства, у них не было царства постоянного, не было своей письменности. Вот он приводит данные, которые уже давным-давно устарели, будто мисс Робмаш Тотт изобрел письмена, Ольдо Роги, африканист, ученый с мировым именем. Где-то в 70-х годах в Ленинграде была сенсация. Он объявил, привез эфиопский алфавит, армянский алфавит и сделал абсолютную фотографическую точность. У кого она была раньше? У эфиопов. И что интересно, мисс Робмаш Тотт, который они приписывают, что он изобрел алфавит, он долго думал, он думал не только об армянском народе, об албанах думал, о грузинах думал и так далее, и так далее. В принципе, просто-напросто он, значит, готовое эфиопское письмо выкрал. Я был просто в шоке, когда впервые взял какую-то книгу, написанную на армянском языке, сказал всемирно известный эфиопский политолог, профессор, автор множества книг и исследователь наследия эфиопских императоров профессор Текола Хагас в интервью канала «Аз Глобус». Сперва я подумал, что это на эфиопском языке, так как буквы были из нашего древнего алфавита. В недоумении перелистал эту книгу на непонятном мне языке. И перед глазами оживились древние экземпляры одного из самого древнего алфавита в мире – эфиопского. Это была копия наших букв, которыми писали наши предки тысячелетиями тому назад. Чуть не приключав от удивления, показал эти буквы своему другу, историку из университета Одесса-Абеба. Он улыбнулся и сказал, «Ты что, разве не знал? Пока мы перестали писать своими буквами, армяне преподнесли их всему миру, как армянский алфавит. Именно этот факт наглого хищения нашего национального алфавита пробудил меня вести новые исследования. Наглость армян не имеет границ. В своей новой книге я разоблачу эту ложь, и весь мир будет знать об этой подлой попытке армянских историков похищать научные и культурные наследия чужого народа». Меликство – это явление азербайджанской исторической науки, это явление азербайджанской реалии, азербайджанской действительности. Дело в том, что эти меликства связаны только и только с историей Кавказской Албании, когда перестает существовать албанское государство в период нехронидов, это начало восьмого века, уже нет царствующего рода. Вот тогда, после этого, начинаются знаменитые феодальные албанские роды. Их было пять. И пять, значит, меликс. А титул мелик им дает правитель Карагоинлу, тюркской династии, правитель Карагоинлу. Они обращаются к нему, что вот известный феодальный род албанский, он очень крупный, они распалятся на пять дочерних линий с титулом мелик, и чтобы он де-юро утвердил. Он де-юро утверждает. Карагоинлу – конфедерация турских племен, существовавшая на территории современного Азербайджана, восточной Турции, северо-западного Ирана, Ирака, Армении. Правитель, утвердивший албанское меликство Джахан Шах. С тех пор перед каждой фамилией вот этих пяти родов идет вот этот титул мелик. Так появились пять меликс. Это реалии албанские. Вообще, у армян никогда не было меликов. Никогда. Тшательной проверки, оказывается, вся история у них ложная. Я здесь хотела бы несколько слов сказать об албанском поэте Давтаки, который написал элегию на смерть албанского князя Дживаншира. Потому что здесь очень хорошо просматривается вся их редакторская работа. И Давтак эту элегию на смерть Дживаншира написал в форме акростиха. Скажу, забегая вперед, что когда я была в Ленинграде в аспирантуре, и книга Зиябунятова в Азербайджан седьмой-девятый вышел, но армяне там каждый день в кавказском кабинете собирались, а я там как раз занималась. И говорили о Зее, говорили они жутко плохо о нем, что он никогда не станет ученым, он доктором не станет и так далее. И между прочим обращались ко мне, а я была только-только в аспирантуре. Не посмейте идти следами Зиябунятова, и вдруг вам вздумается что-то сказать об акростихе на смерть Дживаншира. Вы точно поломаете себе шею. И вот этот текст я несколько раз слышала, и акростих, который меня не интересовал. Но зато я знала, что я к нему должна буду вернуться. И в восемьдесят девятом году, когда впервые я была во Франции на конференции, я туда уже поехала с определенным докладом, но полностью при паривах акростих. Я знала, что его мне зададут. Так оно и было. Наш гость Фарида Мамедова – ученый, историк. Человек она скромный, о себе говорить не любит, интервью не дает. Во всяком случае, на телеэкране она впервые. Хотя в последнее время они много пишут и много говорят. И вот я хочу привести высказывание доктора исторических наук грузинского востоковеда Алексидзе. Фарида Мамедова хорошо и давно известна в кругах ученых кавказоведов нашей страны, как глубокий исследователь многих узловых проблем кавказоведения. Ее работы широко используются в Тбилисском государственном университете при чтении специальных курсов по источниковедению и истории народов Кавказа. Но я хочу добавить, что ее работы используются и при чтении курсов в Московском государственном университете имени Ломоносова и в Азербайджанском государственном университете имени Кирова. Когда Фарида Мамедова кончала школу… 189-ю бакинскую школу. Да, 189-ю бакинскую школу, она не знала, куда пойти. В индустриальный институт у нее были блестящие математические способности или университет. Она увлекалась историей, вкус которой ей привил ее отец – агроном по профессии. Он мечтал видеть свою дочь историком. К сожалению, он не дожил до этого дня. И вот после окончания Азербайджанского университета ее направили в ленинградскую аспирантуру, где она начала заниматься в Кавказской Албании. И поставила перед собой цель – узнать о древнем государстве наших предков из первоисточников. А для этого начала изучать языки, на которых изданы эти источники. Среднеперсидский, древнеперсидский, древнеармянский. Изучала латинский, французский, ну, естественно, знает азербайджанский, русский. Фарида Ханун, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас у тебя. Да, и сразу переходим к беседе. Мы отыскали в архиве кадры Фарида Ханун. Она тогда только приехала с парижской конференции прямо на студию. Это было первым ее появлением на телевидении, первое интервью. Просто не верилось, что вот эта молодая скромная женщина и есть историк, отважно отвоевывающий древние азербайджанские земли и азербайджанское культурное наследие. С тех пор прошло 27 лет, но Фарида Мамедова по-прежнему объясняет, доказывает доказанное, что Давтак – это албанский поэт. И что оказалось? Что из существующих рукописей Моисея Калангатуйского одна группа несет следы албанской редакции, одна группа несет следы армянской редакции. И вот то, что считается армянской редакцией, там окрасив, значит, написан, следуя буквам армянского алфавита. Следуя буквам армянского алфавита. Но, видимо, рифмоплету, то есть кто это делал? Было нелегко на каждую букву дать четверостишие. На 15 куплетов полностью четверостишие. После 15-го надо дотянуть до 36-й буквы армянского алфавита. Причем до 15-й буквы ни один куплет не повторяет смысла другого куплета. Все куплеты самостоятельные. А с 15-го дальше мысль повторяется, и она идет. Две строки, одна строка. Натяжка невероятная. И вот это я обнаружила в рукописи албанской редакции и рукопись армянской редакции. Видимо, видимо, Давтак вообще написал и 15 куплетов. Цель у него не была, все 36 букв армянского албанского алфавита. На 15-м он кончает, но действительно там четверостиший каждый буквенный знак албанского алфавита. А дальше уже вот эта натяжка. Вот это я впервые во Франции на конференции рассказала. Все ученые в хором сказали «трефор» очень сильно. И после того уже Давтака армянским авторам уже они не считают. Я хочу сказать, что все, что написано, когда подвергаешь исследованию, армяне попадают пальцем в небо. Действительно, они такую работу проделали. Или когда албанскую церковь упразднили и подчинили армянской церкви по приказу Николая II. А почему на это Россия пошла? Потому что армяне предлагали свои услуги России XVI века. И что очень любопытно. В русских источниках говорится, что в императорский двор явился армянин из Польши. С Кавказа нет. С Кавказа он появляется только в XIX веке. А до того через Польшу уже в XVIII веке из Крыма. А Кавказ только после того, как Кавказ будет завоеван. И они предлагают свои услуги. Что они будут служить верно. Единственное, что Россия поддержала их историю. И кроме всего прочего, Эчмядзинская церковь берет на себя такую смелость. Все албанское наследие, албанские источники начинает переводить. Редактирует, а потом переводит на армянский язык. И уже редактирует албанские источники. Конечно, их пытается приблизить к действительности, в кавычках, к армянской действительности. Но при тщательном исследовании это редакторство, редакторский след проступает. Его можно как-то выделить и знать, каковы были реалии. И где армянская рука и Эчмядзинская церковь попыталась приблизить к армянской действительности. Но что бы они ни делали, остается одно. У них нет истории древности и раннего средневековья и так далее. Даже отец армянской истории Моисей Харенский, автор V века, кончает свою книгу «Плачь по армянскому народу». И говорит, вы, армянские феодалы, что вы сделали с армянским народом? Вы постоянно продавали свою историю, свой народ или Византии, или Ирану, чтобы получить титулы. И до того надоело всем, что перестали обращать внимание на нашу историю. Нет у нас истории. Это говорит отец армянской истории Моисей Харенский. Но куда дальше? И снова слово исследователю Инвару Рюриксену. В советские времена на ученых советах кипели нешуточные страсти, которые порой доходили до реальных жертв от инфарктов и инсультов. А тут – односкромная азербайджанка и огромный советский аппарат подавления инакомыслия. Это сражение было воистину не на жизнь, а на смерть. «Аут винсеры, аут море!» «Победить или умереть!» Вот как выглядел расклад в этой битве. Но щупленькая бакинка не отступилась от родной земли. Не продала за 30 серебряников своих убеждений. Не испугалась репрессий и гонений. И Кавказская Албания вновь посеяла на небосклоне, заняв достойное место среди звезд человеческой цивилизации. Конец цитаты.